Продолжаем наш эфир. К нему подключается Олег Лесный, политолог. Рады вас видеть, Олег. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, давайте обсудим, собственно, вот этот законопроект, который мы уже обсуждаем не один месяц, но, тем не менее, от него зависит в прямом смысле и будущее, и нашей страны, давайте, чего ж тут скрывать, и европейской безопасности. Как вы думаете сейчас, или как вы знаете, на стороне, на весах, вот на чьей стороне преимущество? Джо Байден или Конгресс все-таки? Находят ли они какой-то компромисс? Расскажите, пожалуйста. Очень бы хотелось, чтобы этот компромисс был реальным, потому что новости возникают одна за другой. Вот-вот-вот уже можно обойти даже как-то эти решения, еще что-то там, мимо спикера даже проголосовать. Это исключительно наш вопрос. Очень много слуха вокруг этого, но мы видим, что, к сожалению, внутренне политическая повестка дня, она доминирует. И чем дальше, тем это виднее. И это говорит о том, что геополитические какие-то амбиции отодвинуты на второй план. Это меня удивляет, потому что обе партии демонстрировали всегда желание жить и работать в супергосударстве, которое влияет на все и вся на этой планете. Но сейчас мы видим, что выборы и победа одного кандидата условно важнее для тех же республиканцев, нежели будущее своей страны, по большому счету. Потому что если даже не только будущее, даже вот просто берем примитивную вещь, вот из этих денег на самом деле Украина получит номинально не такую большую сумму. Вся остальная сумма, она ляжет в карман, в хорошем смысле этого слова, простому американцу, который будет работать на этих предприятиях. Это будет ложиться в экономику. Но мы видим, что политические амбиции, они в период выборов просто становятся иррациональными. Потому что очень тяжело найти компромисс, когда этот компромисс одной из сил, он не нужен. Потому что в любом случае, если Байден идет навстречу, он понимает прекрасно, что если вот этот конфликт или эта ситуация будет разрешена, он больше плюсов получит. И республиканцы это тоже прекрасно понимают. Поэтому очень тяжело в этом таком сумбурном поведении найти что-то рациональное и сказать, когда это прекратится. Потому что появляется информация о том, что да, это все происходит, но в конце концов они это примут. Но потом это отодвигается на две недели, потом на два месяца, потом на три месяца. А это все меряется жизнями людей на самом деле. И прискорбно, что политики американские об этом не задумываются. Хотя основная ценность для любого демократического общества – это жить человеком. Олег, давайте попробуем еще раз конкретизировать. Я просто открываю сообщение, которое читал пару дней назад еще спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что фактически, цитирую его, мертвым является законопроект, который США сейчас предлагает по границе. Я так понимаю, что о нем идет речь, да? Как вот этот компромиссный документ, который инициирует Джо Байден. Значит, он же включает в себя и пакет помощи Украине. И он говорит, что не одобрит Палатой представителей, даже если такой документ будет утвержден в том числе Сенатом. Вот можете объяснить на данном этапе, какая процедура еще должна быть у этого документа, чтобы он все-таки был одобрен? То есть, очевидно, требуют более жестких мер по границе. А в чем они могут выражаться? Ну, дело в том, что я не зря сказал о иррациональности претензий. Потому что, если одна сторона идет на компромисс, то вторая должна понимать грань этого компромисса. Пока что, из того, что я вижу, эта грань отодвигается каждый раз. Единственный момент, который может быть, это есть процедура, когда берется, например, вот такой же законопроект. Из него вычленяется один из, ну, условно, если берем наш кейс, берется украинский вопрос. И он голосуется помимо спикера. То есть, обходит это. Есть такая процедура. И ходили слухи, что вот такую процедуру пытаются применить на нынешнем этапе. Но пока что, как бы, я подтверждения этому не вижу. Хотелось бы в продолжение темы Техаса вот еще что с вами обсудить. Институт изучения войны выдал такую публикацию достаточно интересную, которая, ну, как бы, говорит о том, что там, где есть хаос, там, где есть конфликт, там появляется и след российской пропаганды. Так вот, они пишут, что Российская Федерация через информационную кампанию пытается манипулировать внутриполитическими событиями в Штатах, чтобы посеять внутреннюю нестабильность и помешать политическим дебатам о дальнейшей военной помощи в Украине. Как вы считаете, насколько в Штатах могут быть успешны эти попытки россиян повлиять на информационное пространство? И неужели в Штатах этого не видят? Ну, дело в том, что, мне кажется, там не совсем правильный акцент. Там, где Россия, там везде хаос. Где рука Москвы, там всегда хаос. Она не приходит туда, где уже был хаос и делает его больше. Она создает хаос и раздувает. Мое мнение, и по Соединенным Штатам это очень хороший пример. В Соединенных Штатах понимают, мне кажется, прекрасно, потому что были доказательства вмешательства России в предыдущие выборы. И это факт, и это было доказано. И я так думаю, что спецслужбы Соединенных Штатов прекрасно осведомлены о тех инструментариях, о том инструментарии, который использует Россия на территории, в том числе, Соединенных Штатов. И я должен здесь признать, что россияне очень качественно работают. У них много денег, у них эти заделы очень давно. И они очень классно работают с низовым уровнем. Вот они раскачивают ситуацию от ТикТока до министров. У них везде есть позиции или есть возможности. И с этим очень тяжело бороться. Потому что когда на конгрессмена давят условные его избиратели, говорят, не помогай Украине. Это же были такие факты уже сейчас, что приходят письма конгрессменам конкретным от условных американцев, которые недовольны тем, что будут выделяться деньги Украине. Это получается такое давление, которое трудно просчитать, но оно очень эффективное. Потому что конгрессмен думает о выборах всегда и думает о избирателях. И на него их мысли и отчаяния влияют. Поэтому Россия использует как раз социальные сети, те же ТикТоки условные, Фейсбук, Твиттер, уже сейчас Икс называется. Но с этим очень тяжело бороться в государствах, в которых демократия. Потому что что делает Кремль? Кремль, уничтожив у себя внутри демократию полностью, под корень вырезов, пользуется всеми инструментариями демократии для того, чтобы ее убивать и рушить. Поэтому очень тяжело противостоять вот именно такому подходу. Потому что есть право, есть частность собственности, все остальное, свобода слова есть в странах, в которых Россия раскачивает ситуацию. И поэтому нельзя сказать, что спецслужбы Соединенных Штатов с этим не борются. Борются. Но дело в том, что это очень носит массовый характер. И он многоуровневый. Поэтому он эффективный. Олег, вот хочу еще вас что спросить в контексте того, что вы заявляете сейчас в европейских странах. Вы можете, пожалуйста, сказать, если можно коротко, какие последствия может для нас иметь заявление румынских радикалов и венгерской партии радикальной, которая сказала, что в случае падения Украины они будут требовать Закарпатья? Если очень коротко, то мне кажется, что вокруг Украины создается информационное поле, которое должно приучить окружающих к тому, что к Украине есть претензии у всех территориальные. И это очень опасно, потому что очень похоже на то, что это как производится такое мощное ИПСО. И понятно, кто за ним стоит. Спасибо вам огромное. У нас стоят за ними те, у которых у самих, как говорится, есть непонятные истории с территориями. Как вы считаете, вот эти заявления, которые Кремль делает относительно того, что они будут искать имущества Российской империи, Советского Союза, и что-то они какой-то список будут составлять, что там на Аляске у них есть или еще где-нибудь, это опять же сотрясание воздуха, либо же это прямая угроза, шантаж Европе и Штатам, чтобы не помогали Украине, либо же будет по-нашему, как они любят говорить? Ну как бы здесь два момента. Первый момент – это антидезис к тому, что делает Европа и Соединенные Штаты, которые хотят найти механизмы для того, чтобы возвратить Украине или отдать Украине замороженные капиталы Российской Федерации. Это вот такой ответ Путина на эти действия. С другой стороны, любые угрозы от диктатора я призываю рассматривать как серьезные и как реальные, потому что когда Путин в свое время произнес свою мюнхенскую речь, его услышали, но не поверили. И теперь мы имеем последствия. Спасибо вам, Олег. Действительно, будем следить за ситуацией и за этими заявлениями, потому что Украина должна подчеркивать свою позицию. Мало ли подобные мнения. Я вот прочитал объяснение этого румынского радикала. Он говорит, что у Румынии очень тяжело добивалось вступление в НАТО, для того, чтобы как раз Россия на них не нападала. И вот теперь есть угроза, что Россия нападет, зачем нам НАТО. В общем, у них свои формулировки для своего населения имеются. Хотя они нам тут кажутся безумными, на самом деле нет. У них там есть свой внутренний контекст, и за ним очень важно следить и не упускать. Спасибо вам за участие в эфире. Олег Клесный, политолог, был в эфире телеканала Freedom.